Добрый день! Вот эта замечательная штука называется тандыр. Тандыр это такая азиатская керамическая печь. Посмотрим как она устроена. Ну поскольку это печь, то соответственно в комплекте идет кочерга, в комплекте идет вот такой вот совочек для того чтобы выгребать угли. Ну и конечно же есть такое поддувало, через которое мы разжигаем тандыр и через который можно эти сгоревшие угли из золу выгребать. Ну как он устроен? Есть вот такая вот крышечка, одна маленькая, есть крышка другая, побольше и наконец вот сама печь. Значит что внутри? Внутри вот эта керамическая основа, сам горшок, вот эта печь керамическая, толщиной, керамика толщиной 5 сантиметров. Колосники, то есть сначала мы разводим огонь внутри тандыра, накрыв его крышечкой. Когда все прогорит угли, после этого мы на шампура, которые идут в комплекте, вот такие кованые шампура, шампура с мясом или с овощами, мы их нанизываем и устанавливаем вот сюда и закрываем крышечкой. То есть приготовление в тандыре, в отличие от приготовления в мангале, идет за счет того тепла, который накопил сам тандыр, вот эта глиняная печь. Но кроме шампуров, которые входят комплект, можно готовить на решетках, запекать овощи, мясо, курицу или рыбу. Тогда мы устанавливаем вот сюда вот эту решеточку, сверху ставим одну крышку и другую. То есть приготовление очень простое. Ну а что получается, сейчас мы испытаем. Сейчас разожжем тандыр. Для тандыра очень важен первый розжиг, когда тандыр новый и вы его только разжигаете. Важно разжигать его плавно, потому что в процессе розжига будут появляться волосяные трещинки, через которые тандыр и дышит. Поэтому не надо разжигать его сильно, чтобы эти трещины не были слишком крупными. Вот огонь занялся. Немножечко подкидываем дровишек. Пусть горит. Ну вот сейчас в тандыре горят дровишки. Стенки, как видите, черные. Они покрыты сажей. Тандыр будет готов к использованию, когда все дрова прогорят и стены станут белыми. Вот в нескольких местах тандыра, вот например, появляется в процессе розжига, появляются такие вот трещинки волосяные. Это нормально. Это так и должно быть. В процессе обжига они должны появляться. На корпусе вот такая тоненькая-тоненькая, еле заметная такая волосяная трещинка. Но это все, вот оно. То есть это все нормально. Это все нормально, поскольку это керамика, это глина. И так и должно происходить. Как видим, тандыр начинает потихонечку белеть. Это значит, что скоро он будет готов к тому, чтобы загружать в него мясо. И вот уже шампура с шашлычком в тандыре. Идет дымочек, но это уже дымок приготовления. Прислушайтесь, как мясо в тандыре готовится. Ну вот мы с сыном пожарили сегодня в тандыре шашлыки, кабачки запекли. А сейчас, пока тандыр еще жаркий, запечем картошечку на углях, как в печке. Снимаем крышку тандыра. Здесь есть специальные прорези. Ставим туда решеточку. Решеточка дополнительно идет. Накрываем. Накрываем крышкой. И на некоторое время забываем про нашу картошечку, которая будет тут чудесно запекаться. Ну вот и картошечка готова. Вкусная, рассыпчатая. Откуда знаю, что рассыпчатая? Дело в том, что я ее сейчас уже ем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok